Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Триангела». Вы наши дорогие и любимые гости. И сегодня мы вас знакомим с Олегом Габрусевичем. Он приехал к нам из Белоруссии и привез с собой очень интересный цикл лекций, проповедей. Олег, расскажите, пожалуйста, немножко о том, что же наши зрители узнают. Добрый день! Значит, программа, я думаю, конечно, будет интересна. Она будет посвящена древним рукописям, священному писанию. Несмотря на то, что звучит так древнее, казалось бы, что там в древних, только истории. Но несмотря на то, что они древние, эта книга, священное писание, она имеет огромную актуальность и сегодня. Поэтому еще тема в этом большом контексте называется «Небесная драма в земных одеждах». Речь пойдет о том, что сегодня обычный среднестатистический человек, каждый задается вопросом, что много происходит каких-то различных процессов, каких-то проблем, конфликтов, войн. И не всегда на все вопросы есть ответы. Вот мы постараемся на основании священного писания, по крайней мере, попытаться ответить на вопросы. Мы будем говорить о конфликте, который в свое время произошел на небесах. И как отражается этот конфликт в нашей земной жизни, в прошлом, в настоящем, и что ожидает, наверное, будущее. Поможем, наверное, как, знаете, уроки, может быть, истории, может быть, географии в школе, когда используются контурные карты. И есть только общий какой-то вид, да, есть какие-то, может быть, границы, но нет вот тех каких-то вкраплений, начинок, связанных вот с городами, с историей, обозначением, топонимикой и так далее. И вот мы будем говорить о общих каких-то чертах, но мы постараемся вот увидеть, может быть, эти детали. И насколько это важно вообще сегодня человеку, актуально ли это, вот этот конфликт небесный в нашей жизни. Как говорится, за невидимыми делами людей чаще всего стоят невидимые дела вот ангелов, добрых, либо падших. И вот мы и будем говорить об этом. Очень интересно. Олег — священнослужитель, он историк. И вот такие интересные темы будут подниматься в цикле «Тайны древних рукописей». Да. Олег, вот я вас слушаю, так интересно, так все сложно, так все профессионально. И я думаю, что вы, наверное, потомственный богослов, потомственный историк, потомственный ученый. Вот такое вы производите в письме. Нет, я не потомственный ни богослов, не потомственный ни историк и не потомственный исследователь. В то же время и не надо таковым быть, на мой взгляд. Чтобы быть потомственным, не нужно заканчивать, может быть, какое-то высшее учебное заведение. А священноописание все же открыто для человека на том уровне, насколько все же ему достойно понять. Взять даже литературу классиков, может быть, зарубежную, отечественную. Ведь есть те литературные жанры, которые используют аллегорию и на сказание. Но читатель, вчитываясь, он все равно понимает, сопоставляет, анализирует, проводит какие-то аналогии. Поэтому, я думаю, священноописание, она не настолько зашифрованная книга, такая уж очень оттайная, чтобы было бы непонятно. Но в то же время, да, вот интеллект священноописания, он у меня возник где-то лет, может быть, 17 назад, когда в жизни очень многое изменилось, в жизни очень многое изменилось. Сколько вам лет было тогда? Так, мне было тогда, вот когда вообще у меня вот переоценка произошла в жизни, ценности моих, мировоззренческих. Мне уже было 25 лет. Ну, до 25 лет движения так вот в жизни. Ну, конечно, было. Я бы, может быть, не сказал, что я так осознанно шел к Богу, да, осмысленно. Потому что есть люди, которые могут рассказать о себе, что в жизни в какой-то момент они ощутили, что что-то не так происходит, да. Было ли уже когда-то у них священноописание в семье, либо где-то они приобрели, либо где-то ставили цель приобрести эту книгу. И из рассказов этих людей видно, как они готовы, вот, шаг за шагом, вот, шли к тому, чтобы найти Бога. У меня бы, может быть, мне кажется, даже и в большинстве своем, как у меня, так и у других людей, скорее всего, путь Бога к человеку. Потому что, скорее всего... А человека от Бога? Ну, вот наша природа такая, что не совсем, может быть, как-то согласуется в том, чтобы вот жизнь, ну, доверить Богу, да, чтобы она как-то была в гармонии с Создателем. Скорее всего, вот наша природа, она желает своего, своих каких-то интересов, увлечений, и не всегда она согласуется, наверное, с волей Божией. Но вот какие-то моменты уже, вновь по прошествии, да, какого-то определенного времени, когда анализируешь эту жизнь, вдумываешься в нее, понимаешь, что весь Бог в жизни человека, ну, и в частности, моей, Он всегда, Он постоянно. Потому что обозначились какие-то вот такие вот маркеры, да, вот в своей жизни, которые, они яркие, они запоминающие, и посиди, я их помню. И помню так, как вот, ну, Господь вот в своей жизни, Он готов был открыть что-то важное, ценное, которое на это нужно было обратить внимание. Вот начиная с детства, там, юношества, вот уже, может, зрелой жизни. Давайте немножко как раз вот о детстве, о юношестве поговорим. Какие вехи, какие маркеры, ну, вот на вашем пути может быть? Вот, вы знаете, мы когда с Олегом немножко, очень немножко говорили о том, о чем будем говорить во время этой программы, то он так вот сформулировал, что не мой путь к Богу, а путь Бога ко мне. А тогда вот я сразу же задаю этот вопрос, а ваш-то в это время путь был от Него? Вот давайте какие-то моменты обозначим. Ну, видите, на, может быть, какой-то вот такой еще незрелый возраст, там, детский, юношеский, он только вот какие-то впечатления, которые они остаются в жизни, да, и не всегда их можно оценить и понять и разобраться вот об этих впечатлениях, почему так. Уже произойдя, ну, какое-то время в жизни, пройдя какой-то путь, потом возвращаясь к этим эпизодам жизненным и понимая, что вот в твоей жизни Бог участвовал. Вот уже он на том уровне, вот насколько там я мог понимать, Господь говорил. Почему я говорю, что Господь к человеку, и, наверное, чаще всего, примеров таких немало в Священном Писании. Самый, может быть, классический пример – это согрешение Адама и Евы. Вы же помните, что не Адам с Евой ищут Господа, да, а Господь, где ты? Он идет навстречу, да. Он предлагает ему опять взаимоотношения и, ну, наладить вновь эти правильные отношения. Такие, наверное, в жизни, если человек, наверное, подумает, вспомнит свой путь. А может, еще кто-то в раздумье, то он, наверное, заметит вот эти направления Бога к человеку. Хотя они всегда так. Ну, вот давайте об этом поговорим. Как Бог вас искал? Как Он за вами шел? Ну, вообще, вот с детства помню, я не знаю, мои друзья, одноклассники, мы настолько, помню, были такие под впечатлением, воображением, не знаю, может, очередного какого-то фантастического фильма, но еще и внутреннее все же было чувство, да, что мы не одиноки вот в этой Вселенной, ну, на Земле, по крайней мере, вглядываясь в космос. Окружающий мир, растительный мир, да, ну, не может быть, чтобы вот кого-то в этой еще жизни не присутствовало, ну, я имею в виду неземную цивилизацию. Конечно, я сейчас с усмешкой вспоминаю, но вот одноклассники, мои друзья, мы даже вот под этим воображением ходили и пытались найти этих инопланетян. Мы всматривались в небо. Конечно, вот, опять же, под этим воображением кто-то мог заметить какое-то там мерцание и говорить, вот, я заметил, вот там приземлилось, и мы мчались куда-то в какое-то поле и, в общем, так усиленно пытались что-то найти, какой-то предмет, да, неземной цивилизации. Ну, вот так вот было. А уже там где-то в среднем классе, я помню такой момент, тоже под впечатлением может быть теории эволюции, урока биологии, вот эта длительность периода земной жизни, миллионные лет, хотя бы сомневался как-то, ну, как так, что там, чего там, тем более человек от обезьяны, не мог я об этом, конечно, разобраться, еще до конца понимать. А в городе у себя речка такая широкая. Я стою посередине моста и вглядываюсь в эту речку. Лето, даже не лето, но вот весна, наверное, было тепло. Еще, ну, школа, еще вот, были занятия. Она вот бурая, да, она какая-то мутная. Вот, я бы не сказал, чтобы она такая очень привлекательная, да, где-то даже и пугающая, такая, ух, огромная такая вот. Сотни метров от меня впереди завод, трубы, дым. И я ощущаю вот внутреннее свое состояние, что мне очень как-то горестно и тоскливо. Потому что вот я родился в это время, где вот кругом, наверное, вот эти заводы, дым и бурая река. И я не вижу то, что, может быть, говорили нам в школе, когда-то было все там красиво, девственно, да, не тронуто человеческой рукой, кристально чистые речки, все вот кристально чисто, это природа, благоухающая там красота, красоту свою имеющую. Я бы не сказал, что и она потеряла сегодня вот эту красоту, но мне тоскливо было. И вот ощущение вот по-настоящей какой-то родины, вот что-то я увидел, что что-то в этой жизни как-то потеряно, искажено, что-то не соответствует. И я не мог дать опять оценку, я не понимал, что. Я вот так ушел вот с этой тоской, думаю, ну что ж, родился так, значит, больше не суждено чего-то увидеть. Я понимаю, что тогда уже даже от этой детской вот такие впечатления, маленькие какие-то свои наблюдения, Господь уже тогда показывал, что есть что-то лучшее, есть то, что человеку предназначено. И вот в сердце человека уже что-то вот есть, то его состояние, да, то место, где вот оно должно находить отклик для своего создателя, да, для своего там вот искупителя. Это уже потом моя такая оценка. Ну и, наверное, бабушка, вот в большей степени, наверное, повлияла ее религиозная жизнь. Она была верующий человек. Вот, конечно, я родился, но в советскую эпоху родители, я бы не сказал, что они там были атеисты, то тоже они были верующие, ну, по крайней мере, может быть, так формально, да, по крайней мере, праздники какие-то мы вместе там семейные отмечали. А бабушка, да, она была такая набожная, посещение церкви, вот, все праздники, соблюдение, все вот как положено, да, канонически вот ходила, молилась. И, конечно, за нас молилась она. У меня еще два брата старших. Вот, конечно, я думаю, что большую роль сыграла в нашей жизни, в моей жизни. И когда я уже затем анализировал и понимал, что, видимо, даже ее молитвой, вот, может, спустя какое-то время в моей жизни, они вот произошли такие изменения, только благодаря бабушкам. Бабушке, потому что я задавался вопросом, ну, а кто я такой, что вот я лучше, чем другие? Как-то вот Господь обратил на меня внимание. Нет, не лучше. Я думаю, каждый человек, он для Бога открыт. И зависит от человека, насколько он вообще откроется и готов откликнуться на это приглашение. Однозначно у каждого человека вот должно что-то прозвучать, должно что-то увидеть, какие-то обстоятельства. Ребенок, взрослый, зрелый, подросток, у любого человека это происходит. Все зависит от того, как он это оценит и отреагирует на это. И вот это заметить, почувствовать, это, конечно, для человека благословение, когда он это все увидит. Давайте вот поделимся тем, как вы это почувствовали, заметили. Просто у каждого это, наверное, как-то по-своему, как-то особенно. Немножко вот расскажите о каких-то, может быть, событиях вашего жизненного пути, которые к этому привели, которые открыли вас для Бога. Ну вот, наверное, изменения, которые уже больше стали происходить в моей жизни, конечно, когда я уже подрастал, да, уже такой юношеский возраст. Не ребенок, но и не взрослый. Очень важна перемена, наверное, общественно-политической жизни. Я учился в то время в Гродно, в ПТУ, и вот с 90 по 93 год. В 91 году уже развалился Советский Союз, да. И вот на фоне вот этих демократических преобразований, ведь вы помните это время, когда религиозная свобода, демократические свободы, да, появление каких-то политических партий, регистрации и легальная деятельность церкви различных направлений. В домах культуры, в каких-то общественных местах появляются какие-то группы, встречи по изучению священного писания, там какие-то программы по изучению Библии. И вот время, которое там я находился, вот учился в ПТУ, я, может быть, скажу даже, что не совсем сознательно это все было. Я не скажу, что вот я весь такой был поглощен в образовании, в учебу. Более мне такая жизнь была, как это сказать, мягко, свободолюбивая, да, такая даже не то, что свободолюбивая, а такая, может быть, даже такая вседозволенная. Я не был хулиганом, каким-то бандитом, преступником, но молодежь, такая субкультура неформальная, да, музыка, какие-то концерты, встречи, друзья, пиво. Вот так вот мы проводили время, так мы проводили время. Но в то же время, вот под влиянием вот этих преобразований уже таких политических, конечно, и стал замечать какие-то плакатики, там, какие-то афишки, какие-то приглашения. Люди встречались на пути, там, с религиозной какой-то литературой, предлагали. И мое первое впечатление было то, что кроме, может быть, вот присутствия там священников, да, встречались люди, которые, ну, они вот не в священнической одежде, да, а просто приятно одеты, там, в рубашке, там, в галстук. Парни, девушки, молодые люди. И я удивлялся, думаю, вот как так можно? А туда они такие взялись, да? Да, мне казалось, что вот есть категории людей верующих, это священники, вот. А как-то вот в светской жизни это не принято. И вот меня это удивляло, конечно же. Я прислушивался, брал литературу, иногда задумывался, конечно, что-то читал. И вот в это время, конечно, происходили какие-то такие мои изменения. Я стал как-то переосмысливать, может быть, немножечко думать. Парень, помню, со мной, когда я учился, вместе мы работали на практике, да. Он, наверное, посещал какую-то одну из христианских церквей, я ее тогда и не знал. Но вот он впервые, который мне как-то, по крайней мере, более-менее какие-то контуры обозначил борьбы между Богом и сатаной. Тогда я стал представлять, что, ах, оказывается, вот так вот еще есть. Есть какой-то враг Бога, Христа, который влияет на человека. А вы считаете, что это универсальная истина, что есть враг Бога, и что между Богом и сатаной идет постоянный конфликт? Нет, это просто для какой-то церкви, это учение какой-то церкви или каких-то нескольких церквей? Или это то, что на самом деле происходит в мире? Нет, это, наверное, универсальное, может быть, с какими-то отличительными немножко комментариями. Но в то же время христианская церковь говорит о этом конфликте. Что некогда одно из существ небесных, занимаем даже высокое положение, тайна греха, вот этого возмущения на небесах, ну, по крайней мере, оно зародилось там, и этот конфликт произошел там. Исходя из Священного Писания, но мы уже будем отдельно потом говорить, он продолжался, и местом этого продолжения конфликта стала, вот, к сожалению, Земля. Поэтому, да, это... А где происходит этот конфликт? Вот мы с вами сейчас здесь сидим, ну, и все тут хорошо, прекрасно, никакого конфликта мы не ощущаем. И мы ведь на Земле находимся. А где же на Земле проходит этот конфликт, вот, именно между Богом и Сатаном? Ну, если мы говорим глобально, если мы, вот, по крайней мере, новости мы видим, слышим, да, каждый день новости передают, ну, масса различных таких сложностей, конфликтов, военных действий. Вот сейчас даже по статистике вспомню, социологи, да, анализируют жизнь на планете Земля, мирную и военную. Говорят, что за последних 3600 лет на планете Земля мирных лет было только 292 года. Все остальное – война и конфликт. То есть это первое, видимо, что у нас не в порядке все на этой планете, да. Самое, может быть, простое бытовое – человек раздражается, человек грубит в семье. Может, он того и не желает. То есть не то, что где-то война, а то, что и человек сам в себе тоже разделен, в нем тоже происходит борьба? Конечно, здесь мы бы даже сказали, ну, как-то можно так вот сказать. Человеческое сердце, его разум, потому что немало говорится в Священописании, как, ну, к примеру, более хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И известное выражение… Извините, еще раз перебью. Храни сердце твое. То есть от человека зависит, сохранит ли он свое сердце, чтобы в нем, ну, не преобладали злые силы? Конечно. Решение человека, да, в его поступке, его действия – это в большей степени то, что происходит, может быть, он даже и не предполагает влияние каких-то, ну, вот, сил в жизни человека. Выражение известное. Там, посеял мысль, пожнешь поступок, да. Да, посеял поступок, пожнешь, там, привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть всегда же присутствует какая-то причинно-следственная связь, да. То есть человек просыпается, в нее посещает какая-то мысль. То есть либо на добрые поступки, либо понятие, ну, какой-то там порядочности, честности, своей вовлеченности, заботы, семья, так далее, так далее, круг своих каких-то обязанностей, интересов. Либо человек, который сразу же ориентирует на какой-то поступок, ну, дурной бы сказали, да. Вот поэтому вот за невидимыми этими делами человека иногда вот эти, вернее, за видимыми делами человека, невидимые дела вот этих ангелов, которые проявляются, и мы вовлечены в этот конфликт. Ангелов злых? И ангелов злых, и, конечно же, покровительство человеку, и добрые ангелы, которые человека готовы берегать, сохранять. То есть, наверное, каждый, наверное, человек в своей жизни может рассказать случай, «Ой, мне повезло, вот подскользнулся и не упал», или «А если упал, то как-то удачно бывает». Масса, наверное, примеров в жизни человека, который, вопреки, вот, казалось бы, должно произойти то, и то, и то, а получилось обратно. И есть обратные примеры. И, конечно же, и примеры, которые, вот, что-то произошло, и иногда их сложно дать оценку. Вот. Дорогие друзья, у нас в гостях Олег Габрусевич, гость из Беларуси. Пожалуйста, пишите, нам звоните, задавайте ваши вопросы. И мы их с удовольствием Олегу передадим. Олег, давайте продолжим. Вот какие вехи на вашем пути жизненном, которые вы помните, которые вы, может быть, потом вот обнаружили, когда анализировали, когда Господь за вами шел, когда Господь открывался вам, пока, наконец, к себе не привлек. Вот я помню еще такой, для меня, по крайней мере, был яркий пример, когда вот нас, учащихся, нам предложили пойти посетить выставку одного из художников. Оказалось, что он все время был диссидентом, да, где-то вот в подполе, и, ну, соответственно, как вот произошли эти все преобразования демократические, вот он мог свободно представлять свои картины. Одна из картин – Христос был распят, да? А я не понимал, то есть, вот, там, 16 лет, а я еще таких вещей не понимал. Мы к экскурсоводу спрашиваем, а могли бы вы нам объяснить вот смысл вот этой трагедии распятия Христа? А пыталась она нам сказать, но я не, ну, вот, она, наверное, все же не могла сама объяснить, потому что, может быть, тоже не владела вот этим понятием, вот, что произошло на кресте, и не объяснила. И вот с этим вопросом я все равно как-то остался, думаю, как, за что, вот, вот, по крайней мере, вот, все фрагменты каких-то вот таких отголосок, которые, вот, я слышал, что распяли Христа, ну, праздники и так далее, Рождество, все равно же мы в этой культуре христианской живем. Но объяснение я не мог вот этого, вот, почему, да? То есть, если, может быть... Но это была еще одна маленькая веха, когда Господь вот тук-тук-тук. Да, маленькая веха, да. Конечно, может быть, я... Потом уже вот этот был парень, с которым мы работали, он мне уже немножечко объяснял, да? То есть, это еще до этого было. Вот. Вот. И я дома взял, вот, Евангелие, помню, родители где-то на рынке купили уже, это можно было купить свободно, пожалуйста. Думаю, почитаю, вот, почитаю, помню, вечерами, вот, курил сигарету и читал Евангелие, да? Ну, по крайней мере, у меня было впечатление, что уже я что-то знаю. Вот вы это подчеркнули, то есть теперь, конечно, когда вы уже священнослужитель, вы понимаете, что это, ну, нельзя так. Но, например, если человек курит сигарету и читает Евангелие, то он отгоняет Бога этим от себя? Бог, который чистый, который святой, он уже, наверное, не хочет быть таким человеком? Так, по крайней мере, очень многие люди считают? Нет, понятно, конечно же. Такие атрибуты, как, например, чтение Священного Писания с бокалом пива, там, с зажженной сигаретой, это не вписывается в, конечно же, человека. Все же в Священном Писании написано, что он храм, да, святой. Поэтому, вернее, храм, в котором живет, обитает Дух Святой. Поэтому, конечно же, человек должен хранить себя в своей чистоте, в физической, в здравии, в нравственном. Поэтому чтение Священного Писания, ну, естественно, у человека должно вызывать благоговейное отношение. Ну, это мой такой был опыт, конечно, опять же, возвращался к нему. Но Бог мог быть с вами в том состоянии? Я думаю, что в том состоянии, конечно. Конечно. Конечно, был в том состоянии и в другом состоянии, потому что, ведь, сам Христос говорил, что здоровый человек мне это нужно во враче, больной человек. Поэтому и вся направленность Господа, вся его любовь и все его действия, ну, к тому, чтобы вот обрести с этим человеком взаимоотношение, не к нему прийти, достучаться как-то, чтобы он услышал этот голос. Поэтому я не сомневаюсь, конечно же. Но это не эталон для ваших зрителей. Я не думаю, что так стоит. Ну, просто то, что это не эталон, это всем понятно. Другое дело, что это факт, это реальность, это такова наша жизнь. Просто человек, когда бы и в каком бы он состоянии не пришел к Богу, или не стал читать Священное Писание, не стал его искать, он нужен Богу. То есть Бог от него не отвернется ни в каких обстоятельствах. Конечно, конечно. Потом была армия, я из армии вернулся. Вновь, ну, друзья, наши неформальные тусовки, как мы бы сказали, вот там был в прошлом, встречи, общения. И в городе у нас был, я помню, городок небольшой. И, ну, может, там тысяч 20 населения. Может быть, лично не с каждым знаком, но визуально, конечно же, зная, что, а, это вот местный, это наш, там, да, к примеру, если где-то в другом месте встречаешься. Жил у нас священнослужитель. И опять у него вот отличался, может быть, от других священнослужителей. Ну, форма одежды, да, образ жизни. К тому же он жил у моего приятеля, снимал комнату. И этот приятель, который приходил, ну, там мы встречались, общались там в гости ко мне, рассказывал, он говорит, как странный человек, у меня там уже Библию читает, там спортом там занимается, не курит, не пьет, там сало не ест. Даже и на иностранном английском языке пытается там читать Библию, и водой там еще он там что-то обливается, в библиотеки ходит. И, конечно, мы в городе его встречали, этого священнослужителя, молодой человек, интересный, вот, вызывал всегда какое-то уважение. Не знакомы были, но уважение он всегда вызывал. В библиотеке, может быть, мы вот как-то пересекались. И желание было всегда мне с ним познакомиться. Но вот как-то так и я и не познакомился. Уже потом, спустя, конечно, какое-то время прошло, я познакомился. Интересно, что вот мы со своими друзьями, да, вот в нашей вот такой-то жизни, вот в осеннее время, в зимнее время, иногда мы не знали, чем бы нам заняться, да, там, куда бы нам пойти. И вот все какие-то мероприятия в городе, которые были бесплатными, мы их всегда посещали. Концерты какие-то, лекции. Ну, и тепло, и уютно, и, в общем, и время какое-то провождение. Библиотеки могли бы там пойти, хотя, может быть, ну, в своих каких-то интересах. И вот однажды, однажды, вот я даже сохранил, я покажу на память, я сохранил такой буклетик приглашения. Это был 1995 год. 1995 год, это, ну, стало таким для меня, конечно, важным моментом. Темы, которые вот я здесь почитал, там, НЛО, оккультизм и пришествие Христа. Как раз ваша тема. Сейчас звери число 666, да. Например, тайная сила Христа. Придет ли Христос опять? Вот. И знаете, что, ну, я думаю, неужели это об этом вообще можно говорить? И все это предлагается, что в Священное Писание это может ответить. Там как-то неземные цивилизации, там, вот, например, одни ли мы в этом мире? Как раз то, что вы в детстве искали. Да, то, что в детстве, вот, знаете, некий такой отголосок я почувствовал в этой программе, что надо пойти послушать, наверное. Я тут же там своим друзьям говорю, пойдем. К тому же осень, холодно, посидим, послушаем. Вот. И мы так друзьями ходили, слушали, и она в течение месяца эта программа проходила. Вот. И, конечно, вот, мировоззренчески она на меня очень многое повлияло. По крайней мере, то, что я услышал в этой программе, да, у меня как-то все стало на свои места. Понял, что планета Земля, окружающий космос — это дело рук Творца, Создателей. И не просто Создатели, удалившегося куда-то далеко, не заинтересованно там вот в нашей планете и в жизни человека. Нет. Любящего, заботливого, который вот пришел некогда, умер и пострадал, спас человека, который некогда вновь опять вернется и восстановит планету, которая была первоначально сотворена. И вот эти какие-то звенья, вот эти какие-то, ну, такие вот понятия, они для меня стали, ну, очень важными. Хотя... Вы поверили. Да, я поверил, но меня с образа жизни мне нет, мне не хотелось. Мне, в общем, привлекло то, что вот мы с друзьями встречаемся, дискотеки, в общем, пиво там можем позволить себе выпить и больше, чем там пива. Вот, то есть, ну, бывало, в общем, всякое, может быть, я не буду так подробно об этом говорить, но, по крайней мере, не знаю, может быть, многие люди и молодые, и постарше, которые понимают, что в нашей, конечно, культуре иногда, к сожалению, так бывает. Но что интересное происходить стало в моей жизни, вот если говорить о пути Бога в моей жизни ко мне. Два года спустя, два года спустя я утром проснулся и закурил сигарету. Всё. Мне стало противно, мне стало тошнить, я бросил. После того момента больше всё, я больше никогда не курил. Но что самое интересное, на вот этой программе библейской, мне всегда было желание вот выйти вот из этого дома культуры. Всё, меняю жизнь, меняю жизнь, всё заново, потому что... Ну, так больше жить нельзя. Ну, как-то не получалось. Вот, заканчивалась эта программа, мы с друзьями. И что самое интересное, мы иногда вот... Программа закончилась, идём где-то там кому-то в гости, и я пытаюсь подвести к их разговору об этой программе, их впечатление узнать. А им безинтересно. Думаю, ну как так, думаю, столько было рассказано, столько было вот сказано, показано, исторический какой-то путь, связанный с Библией. И вот не совсем какая-то вот такая вот реакция, как она у меня была. Хотя, впоследствии, из этой группы моих друзей, человек тоже потом, впоследствии, вот так уверовал в Господа и после недели он посещает тоже церковь. А затем был такой момент в жизни, конечно, вот сложный, вот связанный с моим образом жизни, да. Мне было, в общем, после очередного... Ну, пока вот то, что вы сказали, что вы вот в одночасье вдруг потеряли тягу к никотину, ну, это точно божье чудо. То есть это то, как Бог за мной мешал. Я не сомневался, я не сомневался уже потом. Ну, раз, и вот всё противно. Да. И что было следующее? А следующее, ну, с учётом такого, да, моего образа жизни, вот, после каких-то таких увеселительных дней, в кавычках, мне стало плохо. Мне стало плохо вот именно вот такой на алкогольной вот такой почве, да, в плане того, что мы как-то так несколько дней, и, в общем, не знаю, что за мероприятие это всё было. И я понял, что у меня такое состояние, что вот мне уже и самого не справиться. И нужно было вот обращаться уже к врачам. Родители, вот, они пригласили, позвонили, меня забрали в больницу, потому что даже некие голоса там, да, которые подталкивающие меня к суициду. В общем, страшное было состояние. Вот, были капельницы, там, по крайней мере, было 10 дней, которых вот врачи, они, ну, наверное, благодаря их вмешательству, то есть у меня всё восстановилось, всё нормализовалось. Я вот у вас хочу перебить, хотя, ну, так вот, драматично то, что вы рассказываете. Просто когда вот у вас прозвучало, что так тоже бывает, иногда так бывает, вот я считаю, что так очень много бывает. И так очень часто бывает. К сожалению, к сожалению. И поэтому огромная вам благодарность, Олег, что вы сегодня всё-таки, хотя бы священнослужитель, и вроде бы о себе, ну, не очень-то как-то подобает рассказывать такие вещи. Спасибо, что вы настолько откровенно говорите о вашей истории. Это беда и трагедия, потому что вот мои-то друзья, они ещё остались. Есть те, которых уже нет в живых. Понимаете, вот возраст, там, один мой друг в 27 лет ушёл из жизни. Мой одноклассник, с которым мы, ну, могли тоже проводить мероприятия. Вот несколько лет он, ну, вот, ну, вот такой образ жизни, да, вино. Он просто вернулся домой, лёг и не проснулся. И таких историй немало. Есть те мои знакомые, которые, они в таком состоянии, в котором я был, уже 10 раз, может быть, и более были. И всё равно почему-то, ну, это в них жизнь не меняется. Это, конечно, сожаление. Всё, я понимал в тот момент, что вот сейчас больница, и слава богу, хорошо, да. Сейчас есть врачи, капельницы, всё помогли. Мне помогли, да, восстановить моё какое-то полноценное здоровье. А вдруг следующий подобный вот такой вот мой образ жизни, и уже не больница будет, а морг, окажется. И, конечно, оно стало таким для меня основополагающим, таким переосмыслением. Что самое интересное, кстати, вот путь опять к Бога, ко мне. Ведь после той библейской программы в 95-м году, а вот эта больница прошла 5 лет спустя. То есть через 2 года я бросил курить, я всегда стал молиться. Вот представляете, для меня, ну, может быть, это как-то кощунство, да. Но день проходит, друзья в этой компании, вечером возвращаюсь, иногда хмельной, и молюсь. Господи, прости, и лёг спать. Господи, прости, и вот хочу что-то в жизни. И вот, понимаете, как меня ложить. Вот понимаете, у вас сейчас слёзы на глазах. Это не кощунство то, что вы говорите. Это то, как Бог за вами шёл. Это то, как Он вас, ну, как сказать, вот умолял. Это то, как Он говорил, ну, обратись ко мне, ведь я всесильный, ведь я могу это для тебя сделать. Вот расскажите ещё, совсем немного времени остаётся, но всё-таки расскажите, как вот это вот произошло. То есть как же Он до вас достучался. Всё, я понимал, надо что-то в жизни менять. Я понимал жизнь верующих людей приблизительно. Вот у них такая, а у меня вот моя жизнь, да, которая со всеми моими увлечениями, да, привычками. Думаю, ну как так, это же всё тяжело, надо изменяться, надо менять какое-то своё отношение. Но я понимаю, если это не произойдёт, то будет, может быть, всё печальнее. И в один прекрасный какой-то момент я дома вот, ну, как-то находил ту литературу, когда мне кто-то когда-то дал в своё время религиозную, читал. Я понимал, что после той программы нужно покаяние. Я покаясь, я говорю, Господи, прости меня, Ты знаешь мою жизнь, мне всё надоело, да, вот, хочу измениться. Вы покаялись в чём-то конкретном или во всём? Да, я вот всё, что знал, я вот всё Господу говорил. Всё, что знал о себе. Да, я говорю, Господи, и в этом, и в этом, и впрочем, у Тебя вся жизнь моя известна. Я больше так не хочу. Я хочу у меня жизни и по-другому. Я больше так не хочу. Я всё, в этот момент я вот ощутил по-настоящему вот какое-то умиротворение. Наверное, знаю, это уместно будет, как писатель Уильяма Блейка, слова его. В одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, единые капли бесконечность и небо в чашечке цветка. Всё изменилось. Сразу какая-то переоценка произошла. Не то, что миг я проснулся, и у меня все интересы мои пропали. Но вот каждый день что-то в моей жизни менялось. Мои вкусы, мои интересы, отношения к музыке. Если я классическую музыку не мог её слушать, она мне стала приятной. Роковой, я перестал роковой слушать музыку. Мои вкусы, да, то есть стало очень многое меняться. И в какой-то момент я понимал, что мне этого нужно служителя церкви найти, да, который был у нас в городе. Я его нашёл в самый последний момент. Он уже переезжал в другой город. Вот я его нашёл в библиотеке. Он мне стал адресом. Вкратце им с ним поделился, потому что он же на поезд даже убегал. Тоже Божье чудо. Да, Божье чудо. Он мне всё остался. Я пришёл по этому адресу в церкви, я там остался. Вот. И, конечно, уже потом читаю Священное Писание, насколько я был благодарен. И по сей день я благодарен Господу, что вот в жизни было так, да. То есть, может быть, неосознанно. Где-то я отворачивался от него. Где-то он показывал эти яркости жизни, что ценности есть другие, есть ожидания другого. И я благодарен, что вот он так в моей жизни, да, у каждого человека. Главное вот оценить, прислушаться в этом многоголосии, услышать этот голос, увидеть какие-то, может быть, обстоятельства. И, ну вот, пойти навстречу. Он вас сделал счастливым ведь и в личной жизни. У вас супруга, трое девочек. Слава Богу, конечно, жизнь, она все изменилась кардинально. Интересы появились огромные. Я бы, наверное, вот сильно выделила вот то, что вы сказали вот в этом многоголосии. Многоголосии. Особенно такой вот изобилии информации, которая нас, ну, атакует просто. А что нужно? Просто помолиться? Хотя бы минимум. Хотя бы минимум того, что вот человека, если он сомневается, да, если он вот желает что-то изменить, но не получается, может, это уже день за днем, там, год за годом, не падать и не отчаиваться, вот, стараться. И, по крайней мере, все же делать какой-то шаг, чтобы что-то меняться. И говорить что-то с Господом открыто, Господи, у меня ничего не получается. Что-то надо в этой жизни менять, и не в силах моих. А я понимаю, что та жизнь, в которую я сейчас погружен, это не моя жизнь. Это некая искусственная, которая вообще меня разрушает просто. И я думаю, что человека будет достигнута немало. Господь ждет этого человека, который готов ему казать, конечно же, поддержку. А вот то, что вы сейчас сказали последнее, это можно тоже назвать молитвой покаяния? Да, конечно же. То, что человек размышляет, какие-то мысли обращены к Богу, слова. Это все то, что не проходит беспледно в человеческой жизни. Это все ожидания, желания нормальных взаимоотношений с Создателем. Может, человек не понимает, а какие они должны быть? Но понимает, что что-то не то, поэтому должен стремиться. И все получится. Но они не стремятся, не боятся, не стесняются. И Господь даст силы и вдохновение. А то, что сейчас есть, конечно, благодарность Богу, потому что в жизни немало много интересного, того нового, которое просто даже не предполагал. Семья, дети и увлечения, которые сегодня интересны, благодаря Священному Писанию. Слава Господу! Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Олег Габрусевич. Пожалуйста, пишите, звоните. Любые вопросы, которые у вас есть, любые просьбы к нему, которые, ну, когда он вам может чем-то помочь, советом, каким-то образом поддержать, мы очень рады будем их ему передать. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»